Дал деньги, требует сдачи 10 долларов. Только 5. Оп! Я могу обсчитывать людей! Всем хай! С вами Юджин. И сегодня мы с вами, друзья, будем играть в супермаркет-симулятор. Потому что есть город один, где нет еды, нет продовольствия и нет ни одного продуктового магазина. И я решил, что это сулит отличную прибыль. Да, вот такой вот я. Когда люди в беде, я ищу в этом выгоду. Добро пожаловать в симулятор супермаркета. Вы начнете с небольшого магазина. Мы будем сразу играть по-крупному. Насколько у нас получится. Смотрите, велосипед. Заказывайте товары с помощью компьютера, но нам показывают на велосипед. А, стоп! Нам же внутрь магазина нужно зайти. Нам нужно сразу заказать какие-то товары. Погодите, я хочу осмотреться, что у нас вообще есть. Тут закрыто. И здесь закрыто. О, у нас здесь есть склад, который тоже закрыт. Мне кажется, прежде чем мы займемся магазином, нужно пойти посмотреть окрестности. Все-таки тут open world игра. Мусор, мусор, подворотня. Никуда зайти нельзя. И более того, никуда выйти отсюда нельзя тоже. Этот город полностью окружен зданиями. О, боже мой. Мы в клетке. Мы в клетке, ты понимаешь? Но, тем не менее, я умудрился потерять свой магазин. Я не помню, куда идти. А, вот сюда. И погодите, у меня всего лишь 50 долларов. Кто с такой суммой начинает бизнес? Ну ладно, пойдемте. На 50 долларов откроем магазин. Я даже не представляю, чем мы тут будем торговать. Да ничем. Мы просто сядем вот здесь, возле мусора, и будем просить милостыневых. Ну ладно. На самом деле, все довольно-таки просто. Как в бизнесе все работает? Покупаешь на 1 доллар 1 яблочко. И продаешь его за 2 доллара. После чего покупаешь 2 яблочка по доллару. И продаешь их за 4. Ну вы поняли. И вот так по накатанной. Что ж, давайте заходим. Банк. Конечно же, заходим. Начальный кредит вот, что мне нужно. 750 долларов на 25 дней. Целый месяц можем балду пинать. И тратить очень много денег. Давайте посмотрим, на что мы можем потратить. Сахарная пудра, паста масла. Это все, чем мы можем торговать? Погодите, а в какой стране я нахожусь? Что значит сахарная пудра сусу? Паста панзати. Масло лес пицц. Ну как, крафтунг. Что-то немецкое, походу. Шокки пик. Даже не знаю, что самое дешевое здесь. Давайте посмотрим. Будем торговать самым дешевым. Мука. Цена за одну штуку 0,79. Да, это точно самое дешевое. Хорошо, давайте покупаем муку. Максимум муки. Очень скоро мы удвоим нашу изначальную сумму. И выплатим кредит спокойно. Короче, давайте в корзину всю муку. В смысле, макс. А, мы можем 10 всего взять? Тогда зачем ты мне игра позволяешь кликать до 125? Просто так время тратить. У меня тут дни на счету, потому что я должен. Заберите только что прибывшие. А, уже прибыли? Нифига себе. 10. Просто вот так вот. Раскинули по улице. Все мы делаем. Выставляем муку. Давайте тестово сделаем. Вот одну. И поскольку у нас одна мука всего, я думаю, что за нее будет та еще битва. Мы аукцион устроим. Почему-то никто не идет ко мне в магазин. Странно это. Наверное, потому что нам нужно выбросить одну пустую коробку. Хорошо, мне не жалко. На самом деле, давайте выкинем, чтобы уже пошел процесс. Установите цена. А, цена продукта. Цена за штуку 0,79. А сколько можно? На 1000 долларов мука. Ждите первого клиента. Заходите. Богатая пришла. Смотрите. Мука слишком дорогая, говорит она. Так, ты тоже будешь панику наводить? Крафтунг. Мука слишком дорогая. Ладно, естественно. Естественно, мне кто не будет покупать. Люди не дураки. Давайте попробуем. Установим на 2 доллара. Давай, заходи. Иди сюда. Молодец. Он точно заинтересуется за 4. За 4. За 4. За 4. Успел поменять. Я успел поменять, кажется. Значит. Сканирую. Блин, я не успел за 2 доллара. Хорошо, мы должны взять его деньги. Поступило 3 доллара. Он гораздо больше денег держал в руке. Получается, нужно 1 доллар. Мелочи. А, у нас тут бесконечные деньги. А что можно бесконечно ставить? Пожалуйста, вот ваша задача. Одобрить. Мука разлетается, как пирожки. Давайте, выбрасываем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дождитесь второго клиента. Вот он. Вот он идет. Второй клиент. Заходи за мукой. 4 доллара всего. Ты не поверишь. Ей нормально. Ей нормально. Повышаем цену. Значит, давайте до 5. Мы будем повышать цену каждый раз, когда очередной идиот будет соглашаться на это. 5 долларов за муку. Ой, что я? Я, извините. Я закрыл. Я закрыл кассу. Я такая, ну ладно, извините. Оп, я открыл. Я такая, хорошо, покупаю. Ну, я ее закрыл, а потом открыл. О, да Диме можно издеваться. Они абсолютно безвольные, бесхарактерные и безмозглые люди. Ладно, давайте. Значит, мы что делаем? Сканируем. Пам. Что это? Карта? Ууу, интересно. Типа 4, да, получается нужно? 4. Вот все бы так картами платили. Во, спасибо, что картами платишь. 4. В смысле неверная сумма. А, это же новый клиент. Он уже за 5 покупает. Так, погодите, погодите. Сейчас. Нужно кое-что подкорректировать. У нас тут повышение цен. Так, 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 так. Давайте просканируем вашу муку. 5 долларов. Спасибо. Мука для меня слишком дорогая. Ну, конечно, ты нищеброд. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди в другой магазин с дешевой мукой. Которая абсолютно такая же, как у меня. Ладно, стоп, погодите. У нас тут слишком дорогая мука. Мы можем ее максимально продавать за... Не, погодите, давайте посмотрим на лимит. 5,5. Мне нужна максимальная прибыль, понимаете? А, хорошо. Спасибо. Сколько ты мне дал? 45. Нужно 45 ему вернуть. Ну, готовься. Уже стемнело. Я все еще кликаю. 6,33 ему отдал. Слушай, я уже устал. Ладно. Так, сделаем тебе по доллару еще немножечко. Оп. Так, 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 так. Чтобы на размин было. Вот. Одобрить. Стоп. Сказали, что можно как-то включить свет. Настенный переключатель. Погодите секундочку. Настенный переключатель. О! Что там? 4 доллара. Раз, два, три, четыре. Забирай. Оп. Сейчас мы быстренько вас обслужим всех. Ты что, муку, что ли, да, решил взять тоже? Молодец. Все на сегодня, так я понимаю. Удачный день, я скажу вам так. Мы уже можем купить что-нибудь другое. Например, немножко подсластить жизнь этому городу, сратому. 10 пудр купим. Корзину купить. Ну-ка, опа, коробок стало больше. Что из них здесь мука, а что пудра? Сейчас. Надо сначала все это расположить. Во-первых, поп-поп-поп-поп-поп-поп. Мука у нас ходовой товар. Поп-поп-поп-поп-поп. Значит, пудра, сколько она стоила? Пудра стоила 1 доллар 15 центов. Если муку мы подняли аж до 5,5, то пудру можно смело до 10 долларов, мне кажется. Попробуем. Открывается магазин. Давайте, заходите. Гости дорогие, заходите. Вот она идет. Кто она выберет? Пудру или муку? А, для меня. Слишком дорогая. Простите, простите. Все, я понял. 5 долларов это максимум для муки. Так, 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 так. О, он за сахарной пудрой. Слишком для меня дорогой. Ух, кто блюдо. Он взял муку. Потому что мука для него идеальная стоимость. Ладно, садимся, пробиваем. Что там, 5 долларов, да? Окей. Няма. Для нее мука слишком дорогая. А, нам не нужно обращать внимание на клиентов, которые нищеброды. Видите, она спокойно берет. Она все спокойно взяла. Даже две штуки взяла. Прикиньте, две сахарные пудры. Ты очень любишь сахарные пудры, я смотрю. Еще мы должны 2 доллара всего дать. Раз, два. Одобрено. Опа. Нифига себе у нас народу сейчас. Видать, я немножко задремал. Хорошо, давайте быстренько сейчас все сделаем. Оп. Одобрено. А я могу одобрить вот так? А если я дам? Раз, два, три. Три доллара. Да, я могу даже благотворительностью заниматься. Но я больше этого делать никогда не буду. Четыре доллара. Да, три, четыре. Э, чихнул вам на муку, простите. Оу. Тебе-то уже муку пора прекращать жрать. Итак, 5 долларов тебе нужно отдать. Отдаю. Сусу решил купить. Так, сусу стоит 8. Кстати, начали покупать сусу. Знаете что, касса закрыта. Ладно, я шучу, открыта. Чувак потерял свою очередь. Давайте, раз, два. Спасибо. Одобрено. Слушайте, неплохо сегодня подзаработал. Приобретите лицензию на товары с помощью компьютера. О, давайте. Давайте приобретем. Лицензии. Лицензия на какой товар мы можем? А, тут еще и уровень магазина нужно поднимать. Блин, а у меня всего второй. Я даже... Я никакую лицензию не могу купить. Ладно, давайте закроем магазин и завершим этот гребаный день. Магазин открыт. Заходите, друзья. О, мука слишком дорогая. Для меня бедный, бедный я. У меня вообще-то кредит на 900 долларов. Смотрите, какой он... Такой-то недовольный. Денег дал, свалил с глаз долой. А этот чел, видите, сразу видно преуспевающий бизнесмен в костюмчике. Купил сразу две сусу. И кредитка расплачивается. Он, наверное, так же, как и я. Сначала берет кредит, а потом пытается его погасить. 16 бачей. Так. Смотрите, я могу нести кассу. Можем ее вынести на улицу? Чтобы была такая летняя веранда. Почему нельзя? Игра слишком серьезно себя воспринимает. Ладно, нам нужно как-то стильно поставить. Давайте попробуем. Допустим, вот так. Тогда и стеллажи надо поставить по-другому. Ну-ка. Например, вот так. Прямо ко входу поставить могу. А, там есть пунктир гребаный. Ну ладно, мне нравится. Так, я могу здесь пройти, кстати говоря. И, значит, посетители тоже смогут. Здрасте, вот тут уже у нас очередь. Сэр. Хотите 95 долларов? Пожалуйста. И еще один, две сусу. Тоже такую недовольную рожу. Блин, ты как бы и плюнул в нее. Извини, касса закрылась. Касса открылась. Касса закрылась. Касса открылась. Второй раз они не хотят давать мне кредитку. 84, короче, он хочет. 83, 84. А, это чье? Погодите, чей-то товар. Это ее товар? Ну, допустим. А кто мне денег даст? Что? Погодите. Ты где? Она же была здесь. Эта женщина пропала. Она здесь не пошла туда, где закрыта. Даже я туда не могу пройти. Что происходит? Кто мне денег даст? Ба! Ой, я обожаю эти игры. Вот за такие вот штучки. Я обожаю просто. Мне кажется, нужно передвинуть этот стеллаж. Ну-ка. И что, они такие все теперь? О, вот она идет. С картой протянутой вперед. Ладно, сколько ты хочешь? 10. 10, так и быть. Мне нравится максимальное уныние моего магазина. Мы стоим в полной темноте. Только свет монитора кассы освещает мое лицо. Зловеще. Давайте взаимодействовать. Хорошо, он хочет 16. Иди отсюда, давай. А мне нужно больше запирать людей. Давайте как-нибудь вот так разместим. Я не хочу, чтобы люди стеснялись. Потому что я палю, что они там берут, покупают. Вдруг там контрацептивы. Я по себе знаю, как это. Волнительно покупать такие вещи. О, ты подошел с картой. Ну давай, что там у тебя? 16. Посмотрите, уже 900 у нас. Прикиньте, как классно. Уровень магазина третий. Извините, я должен купить лицензию. Наконец-таки. Итак, лицензия на товар. Какое мы можем себе позволить? Бутилированная вода. Вот это важно, это важно. А, и нужно оплатить счет за аренду. Да, и за вот это. Блин. Одни растраты. Тем не менее, да, у нас есть бутилированная вода. О, много всего появилось. Я думаю, теперь надо взять самый дорогой товар. И это кофе темной обжарки. 10 штук кофе темной обжарки возьмем. Купить. Закрыто. Блин. Ну ладно, завтра будет кофе. Вы, конечно же, ждете. Мне нравится. Мы нормально так зарабатываем. Игра нам не дает декорировать наш магазин пока что. Поэтому я сам что-нибудь смастерю красивую какую-нибудь инсталляцию. Чтобы было весело покупать здесь. Вот такая вот декоративная касса получилась. Посмотрим, как отреагируют на нее посетители. Ага, я хотел кофе. Быстрее кофе, так сказать, включим. Чтобы было совсем светло сегодня. Итак, у нас в корзине ожидает кофе. Купить. Потом, скорее всего, нужно, конечно же, конечно же, купить муки. Где у нас кофе? Надо чуть-чуть кофе поставить. Можем ли мы куда-нибудь здесь? Товары должны быть одинаковыми. Мы даже кофе еще не можем поставить никуда. Блин, вот так будет здесь. Как проман. Будет рекламировать саму себя. Ладно, открываемся. Нам нужно как следует заработать на новый стеллаж. А новый стеллаж это... Это 200 долларов. И за 40 долларов мы можем купить точечный светильник. Вот это хорошая штука. У нас всегда как-то очень мрачноватый в магазине. Хорошо, копим на стеллаж. Ну что, давайте обслуживать наших клиентов. Что там у тебя? А, оп. Нет. Я так не могу работать, извините. Сейчас, подержите, пожалуйста. 26. Нормально, нормально набрал. Богатые клиенты начинают идти. Здравствуйте, сэр. Смотрите, какой он элегантный. Что же он там покупает? Это сюрприз для меня, понимаете? А, сусу. Отличный выбор, сэр. Мне как-то уже надоело, что касса стоит здесь. Давайте ее поменяем местами. Куда-нибудь вот сюда, максимально вплотную. Как там люди будут строиться? Интересно. Касса открыта. Давайте, идите. О, хорошо. В магазине успешном. Главная правильная расстановка товаров. Всегда ходовые товары ставят прямо возле кассы. Вы замечали? Поэтому мы должны поставить точно так же. Чтобы человек, расплачиваясь, видел такое. О, мука, это мне нужно. Да, тогда и это нужно поставить правильно. А коробки убрать, чтобы не видно было мне. Так, ну что, у нас тут такая подсобочка свойская. Так, давайте встанем. Погодите. Вот так. Давайте, значит, что мы там должны сделать? 5 долларов, да, ты хочешь? 5 долларов, значит, уходи. Теперь так-так-так. 21. Это неплохо, неплохо, неплохо. Такое ощущение, как будто средний чек повышается. Люди становятся богаче. Потому что я открыл бизнес, градообразующий. Люди здесь процветают благодаря мне. Кстати говоря, мы же кофе где-то приобретали. Вот здесь выставим. Надо посмотреть, сколько кофе стоил. 6,99. Почти 7. Это значит, что мы можем за двадцатку впендюрить. Не, погодите. Муку мы в 5 раз. 5,6,30. Давайте попробуем за 30 сначала. Будем потом понижать постепенно. Мы же прощупываем почву. Знаете что? Я устал. Магазин закрыт. Пока. Совершаем день. Не могу в темноте работать. У нас 192 доллара. Надо оплатить гребаные счета. Это что? Счет за что? Наверное, за кредит. Возможно. Ну-ка, давайте светильников купим. Все в корзину. Скорее всего, вот этот светильник. Чтобы было очень светло, все над кассой. Нормально ли по свету? Надо все светом заполнить. Просто залить. Что? Ты чихнул на меня? Или он такой, о, фу, какой урод. Мне не нравится это. Оберзительно просто. Ну, теперь я себя залил светом, и лицо будет ровнее казаться. Это хорошо. Главное, правильно подобрать освещение, как я и говорил. Так, вырви глаз на освещение. Я так не могу показать. Надо это все как-то по-другому разместить. Вот, здесь их поставим с этой стороны. Будет казаться, что солнце светит всегда. А этот уголок будет мрачный, темный. Ни один человек еще не купил кофе. Значит, надо что-то менять. Секунду, секунду. Секунду. Надо что-то менять и в расстановке. Все-таки хочется, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно. При этом не имея возможности покинуть мой магазин. Вот. Давайте, друзья, проходите в зону ожидания. И я имею в виду вот эту стену. Прям в нее заходите. Чувствую, что кофе... Видите, люди такие, блин, не знаю, они решаются, купить ли этот дорогущий кофе. Всратый, нет. Давайте. Двадцать пять. Кофе слишком дорогая. А я думал, я неправильно склоняю кофе. Что ты хочешь? У меня и так доход... Блин. Доход все меньше. Видите, тринадцать всего лишь долларов доход. Уродство. Черт, кофе слишком дорогой. Почему? Я продам тебе, гребаный ты, кофе. Здесь одного нету. Кто-то все-таки купил. Оу, мы можем... Можем лампу прям вот так поставить. Просто вы попали в рай. Сейчас мы за все ваши грехи заставим вас ответить. И заплатить. Восемь долларов. Надо чуть-чуть светильников подубавить. Это пипец. Оставим только... Только один надо мной. Чтобы у людей было ощущение, что они на допросе. Так-так-так. Кофе решили купить, да? Он дорогой, говорят. Откуда у вас столько денег? Неважно. Я их приму. Согласитесь, такое... Томное, интимное освещение гораздо приятнее. Я бы хотел закупаться в магазинах. Вот именно с таким освещением. Чтобы ничего не раздражало глаз. Чтобы там было так темно, комфортно. И ты не видел цен, которые я поставил. Десять долларов он хочет. Кажется, это последний на сегодня клиент. У нас с вами 234 доллара. А значит, мы можем наконец-таки купить еще одни полки. Так-так-так-так-так-так-так-так. Полки будут стоять вот здесь. Боже мой, как это сложно. Вот это раскладывание я не для этого магазин открывал. Я хотел бизнес. Мутите бабки. Вертеть у себя в руках. Класть себе в карманы. Покупать жизни людей. Скупать имущество. И разъезжать на красивой красной тачке. Давайте попробуем сделать рыночную стоимость. Нет, рыночную. Я погорячился. Давайте чуть снизим цену на все продукты. Но при этом, чтобы все равно превышало. Как мы это любим. Кофе пусть будет стоить на маркете 10. А мы за 14. Нет, ладно, за 13. Я сегодня щедрый. Он какой, какой накачанный чувак. Что ты купишь? Любой сахарную пудру. Я так и знал. И скрыл так за мукой. Ты плохо питаешься, мужик. Но я с радостью приму твои деньги. Я думаю, пора как-то перестанавливать наш магазин. Чтобы всегда было ощущение новизны. Теперь вот так. Заходи, мужик. Как ты берешь оттуда товары? Я даже спрашивать боюсь. Куда ты пошел? Ты что, украл? Они формируют очередь здесь. Все, погодите. Мы что можем сделать? Некое подобие макавта. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Разместить назад. У меня застряло все. Я ничего не могу делать. Упаковать. Нет. Игра сломалась. Клиент ожидает. Я знаю, простите. Я даже escape не могу нажать. Что мне делать? Как так произошло? О, погодите. Может быть, получится? О, получится. Я вечно юзаю кассу теперь. И я даже ничего теперь не могу делать. Оп. Да. Теперь с помощью прыжка я отправляю людей домой. Так. Получится поставить? Нет. Такие дуты покорные. Почему вы терпите? А, смотрите, они прошли. Отлично. Я, значит, деньги продолжаю зарабатывать. Все-таки я бы хотел хоть что-то сделать, чтобы вы могли нормально покупать, а я мог нормально торговать. Да, вы уходите. Оп. Посмотрите, как получается. Когда я нажимаю И, я закрываю кассу. Эта партия людей уходит и приходит новая. Если мне не нравятся люди, я их просто меняю. Так, следующих, пожалуйста, впустите. Ну-ка. 12 долларов хочешь, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу 12 долларов, простите. Вот. Какого-то головой бьюсь об звонок. О, два кофе взяла. Ой, красава. О, сколько там людей? У нас очень много людей сегодня. Прыгучий. Я прыгучий кассир. Чёрт, даже свет не могу включить. Кстати говоря, люди продолжают идти. Уже ночь на дворе. Это вам что, круглосуточный супермаркет не продолжает заходить? Ну, чё, вы не идёте, пожалуйста. Я могу, получается, людьми управлять теперь с любого расстояния. Смотрите. Закрыта касса. Открыто. Я могу отойти дальше. Закрыто. Открыто. Это мои личные рабы. Причём всё из-за тебя. Вот всё из-за тебя. Потому что ты не можешь подойти. Вы все наказаны. Быстро в угол пошли. Чтоб глаза мои вас не видели. 8 грёбаных часов спустя. После небольшой перестановочки мы превратили наш магазин в некое подобие drive-thru. Где люди прямо с улицы могут пробивать свои товары. Мне нравится, когда я отпускаю человека, следующий выходит из магазина на улицу, чтобы встать перед окошком и пробить свои товары. Кстати, у нас уже 570 долларов. И у нас задача купить новую секцию. Давайте расширим, ведь 350 стоит раздел. Приобретаем. И что произошло? Магическим образом магазин просто взял и расширился. Я так понимаю, он может расширяться аж вот до этих пределов. 32. Девушка, спасибо большое за отличную покупку. Так, я вас даже уже не вижу. Слишком темно. Секунду, погодите. От. О, да вы красавица. Я бы подарил вам эти продукты, но я слишком жаден. Он дал деньги. Требует сдачи 10 долларов. Только 5. Оп. Я могу обсчитывать людей. Но сколько я могу их обсчитывать? Вот в чем вопрос. 27. Угу. 26.01. Ах ты гад. Нет, с кредиткой так не получится. Именно те, кто с наличкой самая уязвимая группа. Что ж, кажется мы всех обслужили за сегодня 652 доллара. Закрываем магазин и уходим на сон. Ждем людей. Хочу ваших денег. Смотрите, доллар. А я дам цент, например. Недостаточно. Ах ты гадина. Можно слегонца обсчитать людей. Поменять доллар нужно. А мы поменяем 50 центов. То есть половину. Можно половину не додать. Надо, чтобы человек требовал сдачи в долларов 70. Я надеюсь, я не смущаю этих людей тем, что я вслух говорю, как я их буду обманывать. Но они довольно-таки терпеливые. Вот этот чел, кажется, с презрением на меня смотрит. Потому что он такой, ты жулик, гребаный жулик. Забери мои деньги. Давайте попробуем купить человека, что ли. Кассир нужен 10-й левел. О, мне только 6-й. Давайте купим еще 10 муки. Плюс 20 очков только что нам дали. Так много. Это много. И одну злаки. Да, одну. Люди будут сражаться за злаки. Дали 2 очка за заказ одной коробки злака. А если одну коробку муки? 2 очка. То есть и за нарезанный хлеб дадут 2 очка. То есть можно закупить целую кучу муки. За дешево можно зарабатывать очки. Помнится, я что-то еще заказывал. И нарезанный хлеб. Хлеб вроде люди хотели. А, и еще яйца, я помню, да. Если они у нас есть. Одна коробка яиц. Теперь надо надеяться, что мы найдем ее сразу на... Есть! Хорошо, вот яйца. Ну что вы стоите, вдупляете? Подойдите. Дайте работать человеку. Товар нужно поставить во фридж. Фридж. У нас есть фридж? Холодильник 200 долларов. Черт, нужно быстренько продать. 2, 3, 4. Хороший чек. 12 тоже неплохо. Опа, стоп, 200, есть. Покупаем холодильник. А, закрыто. Твою мать! Завтра будут яйца, друзья. Приходите завтра. 96. Муа, ты просто... Я тебя обожаю, золотой ты мой клиентишка. Так, 96 разделить на 2. Это будет 48, конечно же. 48. Недостаточно. Окей, сумма, видимо, слишком разительно отличается, что он такой, я не дурак все-таки. Я могу посчитать. Давайте по доллару докидывать. Мы как бы торгуемся с ним. Давайте столько дам, ладно. Нет? Какого фига? Уже 90. Ладно, всего лишь на 2 доллара ему не додал. Короче, да, на больших суммах они все-таки считают. Гады. 14. Значит, мы отдаем. Эм, давайте отдадим. 5. Нет, 6. 7. Ах ты, гаденыш. Почему ты до этого работала? Вот, отдал 11. Зависит от человека. 97. Ну, опять, да, опять ты не захочешь наполовину соглашаться. Нет, не захочет. 96 взяла. То есть, получается, я снизил цены на муку, но при этом мухолевые со сдачей. Типа я такой, знаете, бизнесмен, который от народа понимающий, что цена на муку слишком высокая. Простите, я сейчас подкорректирую. Забавляю на доллар и на доллар обсчитываю людей. Мне нравится это. И важно, как я несправедливо отношусь к посетителям, я все равно набираю уровень магазина. Дай угадаю, да, ты муку, конечно же, покупаешь. Агент Смит пришел за мукой, молодец. Хорошо, довольные покупатели свалили наконец-таки. Я могу закончить этот гребаный день. У нас все еще очень много муки, и нам придется купить еще больше муки. Да, коробок стало еще больше. Ничего не поделать, мне очень хочется не работать за кассой самому. Вот смотрите, человек покупает муку. Но что если мы ставим карту? Теперь мы поменяем цену муки. 4 доллара. И должно быть 8. Теперь давайте попробуем так сделать. Мы закрываем кассу, открываем. Вот он снова с мукой. 6? Блин, я надеюсь, что я обманул систему. Погодите, 8 я сказал. Погодите, касса закрыта. Ставь свою муку. Еще раз. 1000 долларов за муку. Хорошо. А вдруг кто-то из людей один придет и купит? Так, знаешь что? Уходи. Давайте. Следующий человек. Кто первый? Нет, ты потерял свою очередь. Все. Вот гад. Знаете что? Я буду нести эту кассу. Смотрите, мы можем продать кассу. Интересно, сколько она стоит? 250. У нас теперь нет кассы. Погодите. Касса стоит 500. Ой, черт, она стоит дороже, чем я ее продал. Кто же мог подумать? Давайте продадим холодильник. Мы распродаем этот магазин. У нас тут супер распродажа. Забираем. Я забираю все, весь товар. Уйдите, не трогайте мой товар. Мне нужно кассу купить. Чтобы я мог вам продать муку, я должен купить кассу. Мне некуда ваши денежки складывать. Берем. Упаковываем. Продаем. 450. О боже мой, я на мели. Берется, опять все складывается в коробки обратно. Я так долго раскладывал. Муку просто сметают с полок. Это делаю я. Какого хрена я продал эту чертову кассу? Все. Этот стеллаж точно вернет меня в строй. Окей, 550. Слава богу. Значит, цена за штуку. Зеркальная касса и кассовый аппарат. Стоп, а в чем разница? В том, что она просто в другую сторону располагается. Окей. Давайте купим теперь зеркальную кассу. Почему бы и нет? Купить. Закрыто. Ладно, завершаем день. Простите, ребят, я завершаю день. 475. Что-то надо придумать срочно. Давайте закроем эту коробочку и продадим. Стоп. Давайте выйдем в меню. Зайдем. Может быть, день рестартница. Касса стоит на месте. Не понял. Погодите. Все стеллажи мною проданы. Их здесь нету. А касса-то откуда? Я ее купил? Нет. Вот она находится в корзине. И денег у меня ровно столько же, сколько ей было, когда я выходил. Давайте продадим кассу. Все равно же терять нечего. 725. Выход. Продолжить. У нас 725. Касса на месте. Серьезно? Упаковывать. Продать. Выйти. Продолжить. 975 долларов. И касса на месте. Мне не нужно было мухлевать с посетителями. Все это время мне нужно было мухлевать с теми, кто поставляет мне кассы. Кто этот меценат, который дарит мне кассы каждый раз, когда я ухожу. Смотрите, 1225. Касса на месте. Я разбогател. И не смотрите на меня так. Не смотрите. Это все-таки симулятор супермаркета. И я здесь торгую кассами. По всей видимости. И мне что интересно. Если мы купим две кассы. Я куплю ее. 373 доллара у нас. Вот они, огромный касс. Продолжаем бизнес-эксперимент. Вы, конечно, злитесь, что я такое сейчас. Ой, смотрите, чит-кодят, эксплуатируют. На самом деле, вы просто завидуете моей бизнес-предпринимательской жилке. Так, если я правильно понял логику этого мира. Мы открываем коробку. Ставим кассу. Касса раз. Касса два. Сохраняемся. Сворачиваем кассу. Продаем раз. Продаем два. Так, выходит. Выходим из магазина. Возвращаемся. Получаем одну кассу. Ага. Нет, что-то не так. Я, кажется, понял. Игра не может оставить тебя без кассы. Поэтому, когда я перезашел, я увидел еще одну кассу в коробке. Которой у меня не было. Что вы мне пытаетесь сказать? Я что, реально бизнес-гений? У нас теперь три кассы. Простите, я неверно запомнил. У нас четыре кассы. Пять. Пять касс. Так, продаем. 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 Две тысячи двести. Я понял, в чем я хорош. Каким образом будет процветать мой бизнес? По идее, теперь я могу просто складывать кассы. Приходить на следующий день в магазин и множить их. Таким вот чудесным образом. Ну что ж, мы настругали десять тысяч долларов пока что. Я думаю, этого достаточно. Теперь мне всего лишь нужно набить десятый левел. После чего мы сможем нанять кассира. И учитывая, что касс мы можем поставить целую кучу. Абсолютно бесплатно. Мы можем нанять много кассиров. Вот, например, мы можем купить раздел номер три. Наш магазин стал... Йо-а-а! Вот как это происходит. Теперь давайте покупать, естественно, муки. Потому что я не хочу тратить много денег на экспу. Уровень магазина восемь. Нам немножко осталось. И десятый уровень. Конечно же, это сопряжено с некоторыми неудобствами. Например, огромной кучей коробок на улице. Но ничего, мы наймем себе людей, и они все разгребут. Я создаю рабочие места, понимаете? Даже если я смухлевал. Кстати, а когда нам откроется склад? Вот склад. Купить за восемьсот? Ну, почему бы и нет? Деньги не вопрос, понимаете? Он открыт. Ура, наконец-то! Сначала мы, конечно же, нанимаем кассира. Нанять. О, стоит уже. Хорошо, что если мы сделаем вот так? Он стоит такой, не знает, что делать. Голову повесил. Мы можем вот таким образом перемещать. Смотрите. Если мы открываем кассу, например, вот здесь. Бум. Мы можем его выгнать отсюда. Это тот чел с той рожей мерзкой, который на меня презренно смотрел. Чё, приполз ко мне на коленях, да? А знаешь, что я думаю? Твоё место возле параши. О, прям даже может стоять наверху, как джимен. А что если в машину тебя посадить? Эй, ты чё на дерево залез? Я знаю, что я безнаказанно мухлевал на кассе, но кто-то же должен сесть в тюрьму. Поэтому это будет мой кассир. Интересно, что будет идти поставить его прямо вот здесь. Он будет стоять же спиной к входу. Хорошо, вот чувак взял муку. Давайте посмотрим, как он пробьёт. Давай, пробивай, мужик. Оп, умница. Не обчитывай только моих клиентов, пожалуйста. Хорошо, работаешь. Я же могу попрощаться с желанием торговать чем-то, кроме муки. Ну, это как в жизни. Нужно выбрать что-то одно, в чём ты действительно хорош. Думаю, мы на кассах сможем хорошо заработать, если вдруг что. Я знаю, что нужно сделать. Давайте муку возьмём и будем продавать за доллар. Вот он сейчас наберёт. И все будут покупать кучу муки. И я смогу, возможно, быстро от неё избавиться. Мне, конечно, не очень нравится что-то повсюду в коробке. Давайте сложим туда, где не видно. Видите, наши покупатели остались довольны нашим кассиром мистер Коробка. Эй, Коробка, ты как там поживаешь? Да, теперь тебя будет так звать. Ему там максимально уютно. Осторожнее, коробка падает. Это кажется удивительным, но внутри этих коробок кипит целая жизнь. И вы можете не переживать, потому что вот, видите, воздух у него есть. Нос открыт и рот тоже, да и глаза иногда. Стоп, мы же хотели холодильник купить. Как-то я так забыл. Холодильник, это хорошо. Теперь продукты, значит, мы покупаем молоко. Давайте. 10 упаковок яиц стоит 200 долларов. Ладно, оно того стоит, мне кажется. И ещё давайте молока возьмём. 10 упаковок. Чёрного чая 10 упаковок. Возьмём стеллаж. Давайте 3 стеллажа. Надеюсь, нам хватит места. А ещё больше я надеюсь, что мы это сможем отыскать. Сейчас. Чё? Ладно, чё там по нашим покупкам? Вот стеллаж. Красивый стеллаж будет. Красивый кассир будет. Это ещё один стеллаж. Я их 3 заказал, да? Но я помню ещё и холодильник взял. Холодильник будет прямо на входе стоять. Чтоб все видели, что у меня есть яйца. А справедливые ли цены у меня на яйца? Давайте 6.50. Будем постепенно незаметно повышать цены. А также будем постепенно повышать башню из коробок. Посмотрите, это какой-то бэкрумс уже получается потихонечку. Чё? О, по молоку-то нам же цену нужно назначить. Цена маркета 2, а мы за 3 и 2 продадим. Справедливо? Справедливо. Теперь немножечко чёрного чая. Стреть цену установить. Иначе он будет продаваться за 4 доллара. Это цейлонский чай. Я бы, конечно, ещё очень хотел добить до 15 левела. Потому что мне надо нанять себе чувака, который будет на складе работать. И он может не бояться, что работы ему не хватит. И её вполне себе хватит им. Это, вы поняли, означает, что покупка муки. Снова. И 15 левел. Боюсь представить, сколько там коробок. Нам придётся долго их распродавать. Ну ничего, ничего, ничего. Как раз таки. Как раз таки. У нас апгрейд. Итак, найм. Кладовщик. Нужен стеллаж для покупок. Оу. Это какой стеллаж для покупок? Небольшой стеллаж? А я хочу большой стеллаж. Как мне большой сделать? А, видать, есть только обычный небольшой стеллаж. Чёрт. Хорошо, давайте купим сейчас. Постараемся его отыскать. Так, мне нужно выйти отсюда. Помогите мне. Вот, вот, хорошо. Стеллаж, ты где? Как ты выглядишь? Да, видать, он спаунится где-то внизу. Под всеми этими коробками. Придётся отыскать его. Это, блин, очень много работы. Видите, ребят? Мне гораздо сложнее, чем тем, кто честно работает. Это, опять же, для вас всё специально. Чтобы вы знали, что мухлевать плохо. Всё это бесследно не пройдёт. Карма вас настигнет. И вот и меня настигла. И мне приходится заниматься этой ерундой. А мне нужен стеллаж. Я нашёл стеллаж. Ладно, долго не пришлось. Поэтому мухлевать выгодно. Оу, мука закончилась, да? Ничего, пополнение. Быстренько, быстренько. Погодите, а зачем я это делаю? Наймём кладовщика. Ты кладовщик? Очень похоже, что это кладовщик. Не просто же так он здесь стоит. А чё он стоит? Работать ты кто будет, урод? Может, ему нужно дорожку расчистить? Почему ты стоишь? Может, ещё секцию склада купить? Я купил. Закрыто до сих пор. В какую сторону оно расширилось? Блин, не в ту сторону совсем. Ну, Джонни, ну что ты стоишь? Стоит мечтательный. Что ты хочешь? Как тебе приказы отдавать? Смотрите, я уже расчистил всё. Всю дорогу. Он может спокойно идти в любое место. Но он стоит возле велосипедика своего. Может, ему нужно показать? Смотри, вот, типа, берёшь такой, складываешь. Он врубился. Он понял. Теперь он пошёл с этой же коробкой. Вот что это значит. Он может только раскладывать по полкам. Ясно. Остальное всё придётся делать мне самому, к сожалению. Покуда есть стеллажи свободные, он будет таскать. Таскать эти грёбаные коробки и раскладывать их. Смотрите, мы можем коробку в коробку даже складывать. Ладно, Джонни не бракованный оказался. Я рад этому. Тем не менее, всё равно куча работы мне предстоит делать. Это я не люблю. Я не для этого бизнес прибыльный стартовал. Я стартовал его, чтобы продавать кассы на халяву. 8 грёбаных часов спустя. Знаете, что я понял? Даже мухляжом зарабатывать деньги – это большой труд. Но он хорошо окупается. И теперь у меня 102 тысячи долларов. А значит, мне больше не нужно обманывать людей и наживаться на их потребности в питании. Поэтому открываем магазин. И ставим ценник ноль. Теперь это не просто супермаркет, а суперблаготворительный маркет. Заходите, люди, заходите и покупайте бесплатную муку. Я раздам муку всему городу, ибо коробок с мукой у меня предостаточно. Вот наш раб несёт выставлять муку. Люди скупают её пачками. Ну, хотя, учитывая, что она бесплатная, люди всё равно очень скромничают. Потому что тут все одни хорошие люди живут. И я в том числе. Вот такой вот успешный супермаркет я открыл. И как я и обещал, он поможет городу развиваться. Ведь он обеспечит его мукой на долгие годы вперёд. Совершенно бесплатно. Ну, а если мне снова понадобятся деньги когда-нибудь в жизни, я снова буду продавать кассу. И на этой прекрасной ноте мы закончим с вами видео про супермаркет. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Буду очень рад этому. Обязательно заходите в мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И также внизу будет ссылка на мой бустер, если вам вдруг захочется поддержать мой канал. Огромное спасибо всем за просмотр. С вами был Юджин. И, конечно же, по традиции даём друг другу мощнейшую петюлю. Мы готовы? Раз, два, три, пять! Субтитры сделал DimaTorzok